Всем привет, бродяги! С вами я, Сталкер Баннерщик, и это Аномальная Зона Некс Дея. Ну что, в предыдущей ходке я успешно уничтожил Тиверсантов, и сейчас вернулся к Старпому, на вот этот небольшой островок. А получу, конечно же, награду. Итак, так вот значит как в бункере А-65 прячутся. Скорее всего и заряды туда утащили. Хорошо поработал, солдат. Иди отдохни и подготовься к важному заданию стрельбы, в этот раз снова не избежать. Будь здоров. Заберем награду, конечно же. Итак, выполнено задание Диверсанты. Ну что же, следующее задание в маяке. Давай, шустрее! У нас новости. Наблюдается активность в районе Лазаревского маяка. Кто это, пока неизвестно. Но, сам же понимаешь, дружественных нам групп в Приморье нет. Как говорится, кругом одни враги. Возможно, маяки хотят подорвать. Действуй с особой осторожностью. Как зачистишь место, немедленно возвращайся с докладом. А потом и Васильев маяк проверим. Так, а какой из них какой? Давайте определимся. Лазаревский маяк. Это вот этот? Да. Что-то нездоровая фигня там творится. Нужно сбегать, разузнать. Откроем. Зачистить. Да. То есть сначала нужно зачистить, а потом уже искать нужную информацию. С какой стороны бы мне подплыть? Я бы с удовольствием зачистил маяк отсюда. Скорее всего, пока я поближе не подойду, никакой информации для меня, интересно, не будет. А нужно плыть. В любом случае нужно плыть. Но плыть, конечно, нужно немножко подальше. Да, такой небольшой круг сделать. Неизвестно, кто там прячется, близко подходить не будем. Неизвестно, сколько их. Отплывем чуть подальше и там уже подкрадемся и проверим. Так, точка на карте указывает, что нам нужно на самый верх. Вполне возможно, враги находятся в самом маяке, то есть не в окрестностях где-нибудь, не рядом с маяком, а внутри. Поэтому тогда и смысла нет слишком далеко отплывать. Да, здесь, конечно, снайперку уже не пригодится, но у меня есть ЛМГ, который я нашел в предыдущей ходке. И патроны к нему, поэтому вообще вопросов нет. Пушка мощная. Справимся, я думаю. Ладно, передвигаемся вперед пока. Да, но в любом случае наверху, наверху находятся враги. Да, вот здесь бы гранаты не помешали, но гранат у меня, к сожалению, нет. Так, вроде пусто. Наверху. По-любому наверху кто-то там сидит. Ну что, двигаемся? Где же ты, где же ты? А никого вроде не видно. На самом верху. Да, скорее всего, прямо на самом верху находится. Кто-то. А кто, интересно, блин, гранату бы туда закинуть? Ну, чувствую, придется лезть. Ага, магазин. Да кто же тут? Где тут? Один, что ли, был? Так, мне нужно срочно аптеку. Срочно аптеку, пока я не умер. Красный Крест горит, и это опасно. Так, один вояка здесь был, и какие-то документы, которые сейчас подберу. Стой на вершине маяка. Прекрасный отсюда вид, конечно, открывается. Давай, сталкер, быстрее, быстрее лечись. Ух, все пронесло. Что-то я думал, туда народу много будет, а всего лишь один вояка. Записка. Моя группа будет в порту строить там большой костер из угольной кучи. Воспользуйся возникшейся суматохой и разберись с этим матросом, который уведут местных вояк о наших трофеях. Так, ага, это со мной что ли разобраться? Ладно. Так, нет, надо сначала покинуть маяк. Прыгать-то я отсюда, конечно же, не буду. Ну что, полезли вниз. Не знаю, надо, наверное, к Старпому сходить. Он же сказал, если какая-то информация будет, сразу к нему. Поэтому мы рванем к Старпому. Тут уже безопасно. Вояку я уничтожил. И я так думаю, в порт нам придется идти. Там мы уже снайперкой, наверное, поработаем. Сейчас посмотрим на карте, куда нам нужно отправиться. Так, на карте ничего нету. А в задании... Кузнецову нужно сообщить. Поэтому плывем обратно. Просто напишите. Пустare. Тогда аст budget Mitte. begging вам ответ. Вот я опять на острове. Кузнецов. Да, вовремя ты его перехватил. В грязнезоне действует осведомитель, который пока для Волохова и остальных не опасен. Тем не менее, я подумаю, как прикрыть наших ребят. Времени у нас, сам видишь, в обрез. Пополни боезапас и возвращайся. Будет большая драка в порту. Ах, я прям жду ее. Давайте заберем задание. Вернее, награду за задание, которое мы выполнили. А что у нас с боезапасом, кстати? Драка-то в порту приближается. 89 патронов, но у меня еще пистолет есть. Вот недавно добыл его. 14 патронов. Ну и, конечно, снайпер, я так думаю, в порту будет ей нормально работать. 58 патронов. Так, ладно, где у нас? Где у нас этот старпом? Во что бы то ни стало, порт надо отбить. Полковник никак не углубанится, и уголь в порту действительно легкий способ поставить всех на уши. По идее, порт, как и плотину, надо постоянно хранять. Да и где столько людей взять? Но организовать отпор мы в состоянии. Так ведь, скорее всего, группа мятежников в порту и не ждет срезанного боя. Вот ты и разберись с ними, как умеешь. А в общем, тупо всех завалить, разобраться, как я умею. Так, а вот перекусить бы не мешало. Где тут орешки? Давайте наберем орехов. И воды мне надо. Воды мне нет, у меня есть фляжка, но она пустая. Воду пить я не хочу. Из реки. Не факт. Что будет что-то хорошее. Но, знаете, можно, да, конечно, сходить на базу. Можно завалить группу бандосов, которые здесь стоят лагерем, то есть мародеров. И, конечно же, чуть подальше есть военные. И у них, скорее всего, есть и аптеки, скорее всего, есть у них еда, и попить, и патроны. О, смотрите, загорелись. Загорелся уже. Они разожгли. Зажгли уголь. Интересно, где они шарятся? Ладно, сейчас мы подближе подкрадемся и узнаем все это дело. Засранцы. Уголь, это же топливо. Сейчас, тогда, когда люди выживают, это все нужно. Они просто его жгут. Нехорошо. Ну что, я почти подплыл к острову. И есть у меня такой вариант залезть на маяк. Залезть на маяк и уже с маяка попробовать со снайперкой всех снять. Но неизвестно, на каком расстоянии будет находиться от маяка. Может быть, дальности снайперки и не хватит. Тогда придется идти поближе. Вот с маяка было бы очень удачная позиция. Но в любом случае, я так думаю, туда нужно подойти и посмотреть уже. Неизвестно, где они находятся. Может быть, в порту, а может быть, рядом с портом. И неизвестно, сколько их. Может быть, двое, может быть, трое, может быть, пять и десять человек. В любом случае, давайте зайдем вот в этот домик. Раскрывать себя, конечно, не хотелось бы, но думаю, ничего страшного нет. И посмотрим, что тут интересное есть. Маринованные, о, маринованные помидоры, самое то. А картошки немножко места нет. Я пить хочу, но вот маринованные помидоры утоляют жажду. Очень неплохой перекус. И, конечно же, немножко восстанавливает здоровье. Вот здесь мы все это сделаем. Ладно, сейчас зайдем на первый этаж вот сюда и посмотрим. Нет, слишком далеко. Не достану я отсюда со снайперки. Нужно подбираться ближе. Вон, точка. Вон они уголь подожгли. А где они находятся? Ну, может быть, где-то даже на кранах находятся. В любом случае, надо ближе подползать. А вот если зайти на мост железнодорожный... И попробовать залезть повыше. А вот там, кстати, да, вариант очень даже неплохой. Если получится залезть и пострелять их оттуда. А нужно в любом случае до туда добежать сначала. А там уже глянем. 234 метра. Да, где-то они около вагонов там, скорее всего, прячутся. Не думаю, что они будут сидеть рядом с углем, который горит. Так, а вот смогу ли я залезть? Вот там лестница есть вроде бы, да? На опорах моста. Если я смогу залезть, была бы неплохая позиция сверху. Прям лягу там. Ни разу не лазил на мост. Не знаю, есть ли такая возможность. Но, я думаю, пора проверить. Так. Да, такая возможность есть. Великолепно. Тогда надо снайперку сразу ставить. Блин, не пистолет, а снайперку. Сталкер, ну ты что. Так, 200 метров, 190. Я думаю, на таком расстоянии я уже смогу в кого-нибудь попасть. Состояние здоровья ухудшилось. Необходимо лечение, но пока еще терпит. Терпит еще. А, ну я примерно понял, где они находятся. Но далеко, далеко. Они, скорее всего, спрятались. Вот в этих вагонах там как раз есть теплушка. И там можно немножко отдохнуть. Вот они, скорее всего, там и сидят. Но выходить они по-любому не собираются. И, соответственно, мне придется спускаться вниз. Так, а здесь я отсюда спущусь? Нет. Ну, прыгать, конечно, без вариантов. Я тупо разобьюсь. Придется возвращаться. Ну, зато я проверил, что на мост зайти можно. И если в какой-либо ситуации это понадобится, я свободно залезу на него. Эх, гранаты бы сейчас. Было бы неплохо. Но, к сожалению, не ношу с собой гранат. Почему-то не знаю. Так как бы здесь не упасть. Понемножку будем спускаться. По чуть-чуть. Да, если разбежаться, можно прыгнуть и умереть. Умирать мне сейчас никак нельзя. Так, все. Нормально. Да, здесь тогда снайперка не поможет. Двинем. С какой стороны? С этой. Нет, давайте вот с этой. С этой. Так, 145 метров. 135. Все. Указатель исчез. Нужно быть аккуратным. Я же не знаю, сколько их там. Двое, трое, четверо, пятеро. Раз, два. Есть, вижу. Минус один. Слишком далеко. Слишком далеко. Нужно подкрасться с другой стороны. Еще один где-то сидит. Покажись, покажись. Ну, вон он ты, да? Вроде все. Нет, не все. От райха я уничтожил. Ну, еще где-то стреляет. Где-то еще один есть. Четвертый, что ли? Или я не всех уничтожил? Сколько патронов-то? 151. Откуда ты пуляешь? В вагоне поезда. Ну, скорее всего, в самом вагоне сидишь, да? Ладно, сейчас подкрадемся. Или на крыше. Где ты сидишь? Трехи я снял. Ну, значит, их четверо. Эх, гранату бы сейчас. Который раз жалеешь, что нет гранаты. Блин, откуда ты стреляешь? А, все, все, понял я, где-то сидишь. В самом вагоне. Ай! Их тут от двое! Ё-моё! Вот это я лоханулся. Вот это я лоханулся. Итак, игра закончена. Мы сейчас возродимся в лагере мирных. Значит, их пятеро. Да, их было пятеро. Итак, я у себя в лагере. В лагере мирных военных я не уничтожил. Их было пять человек. Блин, я почему-то думал, что там один. Одному бы я заколбасил. Но вдвоем я немножко растерялся. В итоге меня убили. Но это не проблема, да? Сейчас, пока я нахожусь здесь в лагере, я могу взять патроны. Патроны, патроны. На что взять патроны? Давайте вот так вот возьмем. Да. И, конечно же, я вернусь. Вернусь туда, где меня убили. Тем более, это недалеко. Видите? Военных там уже не будут. Их не будет, тех, которые по квесту. Соответственно, они исчезнут. Я смогу забрать весь свой шмот, весь свой лут. И сбегать опять на маяк. Взять опять это задание через некоторое время. И уже я буду знать, что их там пятеро. И не буду суваться. Вот знаю, знаю, что нельзя слишком наглеть и идти. Ну, блин, почему-то думал, что их четверо. Вот за это и поплатился. Ладно, это не вопрос. Но, чтобы не бегать так, туда-сюда, согласитесь, время это занимается. Я так думаю, нужно раздобыть автомобиль и ездить на машине уже. Здесь у нас на склоне, вот на горе, лагерь предателей находится. Там где-то или трое, или четверо, бывает, тусуют предатели. О, кстати, летит гуманитарная помощь. Да, поэтому я лагерь предателей обойду. Не хочу пока с ними связываться. Смотрите, экипировка, кстати, тоже неплохая. Почему бы ее не одеть? Я сейчас сделаю небольшой круг, зайду в порт, заберу свои вещи. Да, конечно, подождем какое-то время. Сбегаем, возьмем опять квест новый. Тот же самый, вернее. И уже в этот раз будем умнее. Опа, а кто это там стреляет? А-а-а. Предатели, предатели, меня увидели. Решили немножко подстрелять, но нет. Фигушки вам. А в этот раз я сейчас добуду машину, чтобы было быстрее передвижение. И, конечно же, пару гранат возьму. А в этот раз они меня так просто... Ё-моё! Они на крыше! Почему же квест? Квест же завершился. А вояки там стоят, смотрите. А я почему-то думал, что их там не будет. Тем более на крыше тех, которых я уже убил. Ладно, не зря я взял РПК. Я знаю, что их пятеро там. Шанс убить, в принципе, есть. Смотрите. Двух я убил. Но в любом случае квеста не будет пройден. Блин, у меня кровотечение. Поползли. А может быть попробовать убить их и обзавестись аптечками и всем остальным? А может быть это как раз те двое, которых я не убил, и они на крышу решили залезть? Да ладно, смотрите. Раз военный, два военный мой труп. Раз, два, три тела там. Наверное, это те военные, которые были здесь и решили залезть наверх. Да ладно. Сейчас мы посмотрим. Да, скорее всего они и есть. То есть они не исчезли, как и должны были исчезнуть. Получается так, да. Соответственно, сейчас у меня будет очень много лута, который я просто не утащу. Ладно. Тогда я сейчас быстренько прибарахлюсь, заберу необходимый лут и двинем дальше. Пока на паузу. В принципе здесь ничего интересного не будет, а тупо будем собирать оружие, экипировку и патроны. Ну что, я прибарахлился, то есть вернул всю свою экипировку. О, про ЛМГ забыл. Недостаточно места. А так, нужно что-то скинуть. А давайте вот это скинем, это не особо нужно. ЛМГ заберем. Да, оно, к сожалению, смотрите, все военные на крыше. А на крышу-то я залезть не могу. Соответственно, ихней экипировкой я не смогу поживиться. Ну ладно, вот мой труп валяется, скинул то, что мне не нужно. И надо вернуться. Так, да, конечно, нужно добыть еще автомобиль, но с другой стороны, автомобиль-то по воде не ездит, а тут-то проще наискосок пробежать, даже не знаю. Ладно, что у меня с патронами? Это можно и набегу проверить. РПК. Теперь у меня РПК, так как на ЛМГ патроны кончаются, тут осталось прям буквально чуть-чуть. Да, 41 патрон, этого мало. Ну, на СВД, конечно, патроны у меня есть. Сейчас мы его экипируем, посмотрим. Так, что у нас? Попить, поесть? Ну, мне это пока не нужно. А вот это, кстати, это что такое у нас? Это у нас... А, витамина нет. Если были таблетки, активированный уголь, то их можно было взять. Итак, у меня опять полная экипировка, но зато теперь я знаю, что их там пятеро. А троих на крыше снять не проблема, а вот остальные двое. Сидят внутри и в наглую так зайти не получится. Убьют. Поэтому есть шанс их выманить оттуда гранатой, но для начала нужно сбегать и взять опять этот квест. Даже не сбегать, а сплавать. А гранату, гранату, может быть, к военным сходить? Да, давайте сбегаем к военным, тем более они здесь недалеко. Ихняя база. Вот здесь. Тем более здесь гуманитарная помощь и тем более в Озерске можно добыть автомобиль. У меня для этого все есть. У военных можно найти гранаты. Да, конечно, можно вернуться на базу, прикупить эти гранат, но зачем, когда можно все это достать у военных? Если не будет, на автомобиле вернемся. Поэтому мы бежим в Озерск. Все равно, пока у меня есть время, квест еще недоступен. Я могу это время потратить с пользой. Квесты, скажем разом, становятся все труднее и интереснее. И это хорошо. Кстати, кто не знает, скоро выйдет новая локация, новой линейки квестов за ученых. Это выйдет, ну, не в ближайшие дни, но в ближайший месяц. Это точно будет просто интересно. То есть мы можем за мирных, за нейтралов, за мародеров, за военных и потом сможем за ученых выполнять квесты. Итак, доступно задание в порту. Да, вот прошло какое-то время и задание доступно. Но я уже добежал до здания милиции. Сейчас возьму автомобиль и рванем уже. Так, пусто. Но это не проблема. У меня все есть. Так, а что тут можно скинуть? Я думаю, канистру скинуть, ЛМГ. Скидываем, да. Воду скидываем, это скидываем, патроны. Так, оставляем вату, карту. Да, все остальное оставляем. Возьмем то, что нам необходимо. Заправим причиндалами автомобиль. Конечно, давайте сбегаем, наверное. Опа, СВД-шка. Да. Патрон для СВД. Супер. Сбегаю в здание милиции. Хотел сказать, тут бывают патроны. Я вот патроны уже нашел. Но здесь бывают и бинты, которые мне пригодятся. И, конечно же, так, рюкзак, патроны. Ну, нет, патроны не нужны. Но зато нашел магазин КСВД. Лишний магазин не будет. Они по 3,5 тысячи стоят. Зачем тратить деньги, когда... Можно добыть. Итак, я еду к военным. Сейчас разнесу базу военных. Там недалеко находится гуманитарная помощь. Ну, как база. Блин. Два военных тут. Тут гуманитарка недалеко, и это хорошо. А может быть, там что-то будет интересное. Да е-мое, тут что же я такой косой? Все. Уничтожили двух военных. У них много экипировки, много патронов. Если повезет, будут гранаты. Нет, за гранатами я всегда могу заехать на свою базу. Так, ну что там у вас интересное? Возьмем. Хотя, в принципе, можно тут брать все, потом часть продадим, да? На продажу, так сказать. На продажу часть оставим себе. Вообще не вопрос. Ладно, второй вояка. Тоже возьмем на продажу. Самое дорогое, что можно продать. Что тут у вас еще нет? Гранат нет, к сожалению, гранат нет. Ну да ладно. А вот тут частенько бывает аптека. Опа, хорошая аптека. Да нет, ну что, сталкер, не падай. А вот и граната. Да, не зря я сюда зашел. Гранату я добыл. F1, очень хорошая гранатка. Это не РГД. F1 помощнее будет. Я так думаю, мне одной гранаты хватит. Значит, на свою базу я заезжать не буду. Сейчас переезжаем. Да, мы здесь, конечно, не проедем, но сбегаем за гуманитаркой. Тут для машины проезда нет. Где там дальше есть? Я же не помню. Нет, вроде не должен быть. Ох ты! Я не умер? Ох, нет, жив, жив остался. Вот так вот спрыгивать с машины опасно, так как она может наехать на тебя. что вы сейчас увидели. Но нет, жив остался. Проползем здесь, чтобы не оббегать. Сходим, посмотрим, что там за гуманитарка. Может быть, что-то путевое. Вон, я даже вижу оттуда ее уже. Доставай уже, хватит ползать. Так, где-то у нас проход. А, вон был. А, вон был. И так, что интересного о магазин для ЛМГ. За что люблю гуманитарку. Всегда магазин для ЛМГ. Есть и куча ножей, два костюма. Ну, если только на продажу их взять, даже не знаю. Ну, конечно, но зачем они мне для сайги, ножи. Давайте мы сделаем так. Выкинем пистолет. Он мне, в принципе, не нужен. Я им не пользуюсь никогда, да? На пояс повесим гранату. И у меня как раз освободилось место для двух костюмов. Я их возьму на продажу. Можно взять, конечно, с собой противогаз, но он мне тоже особо не нужен. Хотя можно вот так вот сделать. Все. Все, что нужно было, я забрал, и можно возвращаться к автомобилю. Хотя, стопэ. Где я нахожусь? Я нахожусь здесь. Можно сплавать, конечно, до базы. Но нет, мы не поплывем так далеко, не побежим. Мы на машине поближе подъедем. Тем более, у меня в машине хабар. Тем более, здесь его оставлять опасно. Здесь же военные. Нужно отсюда машину увезти. Да, доедем, там бросим. Только сначала нужно скинуть ненужный хабар. Так, для ЛМГ тоже мне сейчас не нужны. ЛМГ-то у меня с собой нету. Все, погнали. даже я знаю, как лучше сделать всего. Подогнать машину прямо близко, близко к тому месту, где теплушка стоит, где мы будем убивать военных. Соответственно, после этого я смогу весь хабар погружить в тачку и поехать уже по своим делам, а потом сдать этот квест. Да, думаю, это будет оптимальным вариантом и очень даже неплохим. К сожалению, река протекает, я не смогу проехать и нужно объезжать. А вот здесь мы уже... Так, нет, подожди. Да, тут смогу вроде проехать. Блин, сталкер, сталкер, ну что же ты? Ну, сталкер, вышивальщик, сталкер не водитель, поэтому бывает, бывает, тем более в таком лесу. Вот примерно где-то здесь мы бросим машину. Блин, да е-мое, тут же тоже речка. А вот я смогу проехать, нет? Я не помню, какая тут глубина, но если попробовать с разгону... луну... О, получилось. Так, 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 Получилось-то, стоп. А дальше? А вот здесь я смогу проехать, я ни разу не пробовал, потому что все боялся, что она утонет. А тут не особо глубоко. А вот здесь особо глубоко. утопил я свою тачку, ну блин, сталкер, сталкер, там столько хабара. Ну что же делать? Давайте попробуем ее осмотреть. Для заправки автомобиля необходима канистра с топливом. У меня есть канистра с топливом. А сесть я смогу? Сначала нужно заправить, но нет, заправить не получится. Она же сломалась, нужно ремнабор. Ремнабор и после этого смогу вытащить тачку. Раньше это было невозможно, но с последним патчем все это поправили и теперь можно в таком положении ее подремонтировать и скорее всего вытащить. Сесть я не смогу, нужен ремонт автомобиля. Хорошо тут не глубоко, ну что, пусть автомобиль здесь и стоит. Я знаю где он стоит, тут как раз недалеко теплушка, мне нужно сплавать. взять квест, уничтожить военных, перетащить весь хабар в машину, потом сбегать на базу, взять ремнабор, прийти сюда, отремонтировать машину и с полным багажником хабара вернуться. Да, вот такие варианты, других вариантов я не вижу. Ну что же, мы идем к старпому, плывем вернее. я почти подплыву к острову. Сейчас возьму задание на уничтожение военных и вернусь обратно. Давай шустрее. Ну, бывай. Да не вопрос. Итак, я взял опять это задание и опять горит уголь. Ну что, мы плывем уничтожать военных и я так подумал, зачем ремонтировать машину. У меня с собой ремнобора нету. Да, без ремнобора никак. Соответственно, нужно вернуться на базу, купить ремнобор. Здесь у меня его, кажется, нету. Ну, а даже если есть, его нужно взять и принести обратно. Зачем эти телодвижения, когда можно взять новую машину, которая стоит по-любому недалеко в деревеньке, доехать, переложить весь хабар в багажник и вернуться и оставить этот УАЗик, пусть он там ржавеет. Вот примерно так я поступлю. Ну что же, плывем. Плывем к порту. В этот раз я буду повнимательнее, но в этот раз у меня есть граната. Посмотрим, повезет мне в этот раз или нет. Итак, добежал я до железнодорожных путей и теперь мне предстоит задача уничтожить пятерых военных. А я уже знаю, что травы на крыше и двое в теплушке. Для них у меня припасена Эвка. Так, это еще слишком далеко. Блин, я устал бежать. Но подожди, сталкер, осталось буквально чуть-чуть. Сейчас добежишь и все будет в ажуре. Давайте еще чуть-чуть поближе подбежим и как только исчезнут указатели, вот уже начинается битва. Так, ложись, сталкер. Издалека. Так, двоих мы сняли. Сейчас перезарядимся, вон еще третий, третий стоит. Да е-мое. Слишком далеко, не хватает, не хватает. Давайте поближе поползем. И еще чуть-чуть поближе. Да е-мое, я снайпер или кто? Смотрите, прям не получается, не получается. Как же я двух военных снял? Наверное, все-таки он как раз находит на границе от дальности. Ползем поближе. Да и ты тоже подбеги немножко поближе. Ну что, что так? Нет, надо еще ползти. Ладно, ползем, торопиться нам некуда, главное не спешить в этом деле. Да е-мое, что так, может быть я лежу неудобно? неудобно. что такое, все патроны потратил, никак не могу попасть в него. Да, явно стоит подойти поближе. На предельной дальности стреляю. Опа, и в меня попали. Стоя стрелять неудобно. ствол плавает, все-таки лежа держать его удобнее. Вот, отлично. Так, ну что, троих мы сняли, я видел, что на крыше вылез еще один. Так, я хотел вас заколбасить в вагоне, но видно не судьба. Так, четверо. Четверых я убил, значит остался всего лишь один. один в любом случае сидит в теплушке, попробую сейчас его убить. Там еще старые трупы лежат. на крыше тебя явно нету. А значит ты у нас сидишь шри свинец, мразь. Да, все, всех уничтожили, но, к сожалению, уничтожил я его не гранатой, а уничтожил. автоматом. Ладно. Главное мы это сделали. Так, ну что тут у нее интересно? О, каска. Вот эта каска хорошая. Мы возьмем с собой бинокль, нам не нужен от трупы. Трупы, трупы. Это старые трупы валяются, да. На крыше, к сожалению, я не смогу долезть до них. Они все на крыше. Ну, как я туда залезу? Никак. А значит, нужно возвращаться. В итоге этот мы квест выполнили. А теперь моя цель забрать хабар, который у меня. Да. Который у меня в машине. Можно было, конечно, его забрать с собой, перенести, но у меня нет, у меня просто не хватит места и веса, поэтому нужно вернуться. А тем более здесь рядом моя база. Я сейчас до тута бегу, возьму необходимое для того, чтобы завести машину, конечно же, сбегаю в соседнюю деревеньку, а приобрету там транспорт, приобрету, найду, конечно, уже темнеет, и вернемся, заберем хабар, и потом можно уже двигать к подлодке и сдавать это задание. Так, ну что, в принципе, ничего опасного нет, поэтому пока поставим на паузу и как добежим до базы, там уже продолжим. Я почти добежал до своей базы, по дороге ничего особо опасного не произошло, даже стрелять ни в кого не пришлось. Итак, сейчас скину то, что можно скинуть, то, что нельзя скинуть, я это продам. Так, каска пригодится, в контейнере недостаточно места. Да, я столько собрал уже экипировки, что часть, скорее всего, думаю, придется продавать. Ну что продавать? Вот эти всякие дела непонятные. Вот это нужно продать. Да, ну что еще? Ну вот это продать, ну вот это, вот это, каску. Каску оставим, а все остальное, так думаю, продадим. Халаты, ну, у меня реально сегодня умещается столько много, насобирал всего. Надо часть уже продавать, как раз получает достижение торгаж. Если я все продам, наверное, у меня будет суперское достижение, супер торгаж, да? Нет, опа. А вот это, кстати, вот эти записки по предыдущим квестам, их нужно выкинуть, они занимают место, ну а пункт от них никакого. Канистру скидем. Так, все, отлично. А, да, забыл, забыл, необходимо взять для того, чтобы завести автомобиль. Да, у меня и ремнаборы есть. Так, ну что, есть вариант сбегать, отремонтировать, а есть вариант взять новую машину. Я так думаю, взять новую машину будет проще, чем ремонтировать старую и тратить ремнаборы. Тем более, их тут не так уж и много у меня. Ну а вдруг, давайте картофель приготовим. Вдруг понадобится, да? Поэтому лучше сбегаем за новой тачкой. Сейчас пожарим картошку, надо прикупить немного воды, перекусить и уже двинуться, скоро стемнеет. Уже ночью мне нужно завершать свои похождения. Так, вот и ночью все-таки попрохладней. Ох ты, и темно. Так, картошка у меня есть, и надо прикупить воды. А воды у меня, к сожалению, здесь нет. Хотя, может быть, есть. Давайте глянем, я даже не знаю. Есть. Есть у меня вода, у меня все, в принципе, есть по дороге. Попьем воду и, конечно, перекусим. Так, вот луна уже появилась. Ну, а мне сюда вот, в эту деревеньку. О, ходячее мясо. Интересно, какой тут будет автомобиль. Если АК будет вообще великолепной, если будет всего лишь запорожец, ну и что, ничего там страшного нету, поедем на нем. Просто хабар неохота выкидывать, который ты все-таки собирал, да? Нужно его до базы доставить. Так как места у меня нету, я его просто продам. Так, ну какая тут автомобиль стоит? А, запорожец. Поехали тогда. О, ничего нету, да. Как видите, пустой. Совершенно пустой. 5 литров. Я думаю, мне хватит туда-обратно съездить, а потом его можно будет бросить. Уголь до сих пор горит, но пока я квест не завершу, он скорее всего так и будет гореть. Да, сначала за хабаром, потом завершать квест, а потом уже в спокойной обстановке вернемся на базу и все скинем. Ой, его врезался. Так, все-таки будет быстрее. Можно, конечно, доплыть, но я так вот подсчитал примерно времени, сколько у меня тратится на то, чтобы переплыть и на то, чтобы на полной скорости просто проехать по дороге. По дороге быстрее получается все же, да? И силы не тратится. Так, а где я машину бросил? Около моста, с той стороны, да? Значит, мне нужно... Хотя без разницы, я все равно же не буду заезжать глубоко. Я там пешкарусом добегу, так что я думаю, можно здесь. Моя машина где-то вон там. Вау, занесло. Ух ты как! Блин, сталкер. Это и явно не из док. По нормальной зоне вон торчит мой УАЗик. Хорошо, что у ЗАЗа запорожца багажник спереди. Так, ну где там моя машина? Не совсем она утонула? Так, что-то явно она не здесь. Где-то здесь была. Или она чуть дальше? Так. Не понял. Или я не здесь утопил? А где же я его утопил? А может быть, он уже исчез? Утонул с концами? Как говорится, да? Нет, стопэ. Я же вот сюда заезжал, помню. Потом поехал и вот здесь его утопил. Его нету? Эх. Да, нету его. Погиб смертью храбрых. Ну, а смысл мне тогда? Или, может, я место перепутал? Да нет, все правильно. Вот я там заезжал, хотел тут проехать, но там нету места. И я решил тут проскочить. И не проскочил. В общем, я утопил вторую тачку. Ну, тут уже глубоко. Тут я уже не достану. Да, надо было после этого сбегать, посмотреть, есть ли на месте машина, а потом уже бежать на свою базу. Но зато скинул лут, который мне, в принципе, не нужен. И теперь знаю, что машины через некоторое время истязают. Сейчас я плыву к старпому, сдам этот квест, получу награду, посмотрю, какой будет следующий. И на этом ходочку завершу, так как уже ночь уже стемнело и нужно немного отдохнуть, конечно же. Луна. Не, все-таки красиво здесь в Next Day. Кто бы что не говорил. Особенно ночью тут бывает такая погода, такие места прям интересные. Красиво, красиво. Особенно вот на локации Приморья, на локации Сероуфимска. Конечно, нет воды, не так супер красиво, но тоже неплохо. Есть места красивые. Но здесь так вообще бомбовские. Куда ты? Ну, смотрите. Ну, это разве не красота? Просто великолепно. Сделаем фото на память и, конечно же, поплывем к старпому. Ну, вот я подплываю к острову. Меня старпому уже ждет. Да все, не парься. Всех порешил. Здорово. Слава богу, живой вернулся. Приведи в порядок вооружение и на инструктаж. Время дорого. Ситуация разворачивается не лучшим образом. Ты нужен здесь, здоровым и снова готовым к бою. Ну, я всегда готов. Давайте заберем награду. Итак, я выполнил задание в порту. И сейчас, через некоторое время, появится задание новое. Осведомитель. Я узнаю, что нужно там сделать, но проходить его буду в следующую ходку. А пора нам с тобой заняться проблемой осведомителя в гарнизоне. Волхов сообщил мне, что в части появился некоторый Петренко, скорее всего, осведомитель и шпион. То есть, наш клиент. Неизвестно пока, как и когда он собирается напасть, но сам понимаешь, ожидание смерти подобное. Вот что мы сделаем. Я дам тебе пропуск в гарнизон. Он у меня последний и очень короткого действия. Но проникнут внутрь ты успеешь. Закрепись на крыше штаба. Этот тип крутится возле вертолетных площадок. Уходить придется быстро. К забору за штабом наши поставили те ящики. Там сразу начинается лес. Возможно, что придется позаботиться о военных на вышках. Но тут действуй по ситуации. Всего предусмотреть я не могу и надеюсь на твой опыт. Великолепно. Наконец-то мне представился шанс заколбасить всех военных в их гарнизоне. Может быть, так сразу и сделать. Но мы будем это уже решать в следующей ходке. На этом все. Всем до встречи. Всем пока. С вами был я, Сталкер Баннерщик.